Всем привет! Мы переезжаем в Казахстан! Я не знаю, почему я так рада. Я просто обожаю переезды. Когда переезд, я чувствую такой прилив сил, какой-то эмоциональность и вот вдохновление, воодушевление, что у меня там что-то ждет интересное. Все вокруг себя менять люблю постоянно, каждый год. Я хочу с***ться отсюда. Я хочу вам еще раз показать свою комнату напоследок, пока она еще вот в таком виде. Тут у меня вешалка и вот такой милый ковер. Здесь у меня вот такая огромная кровать из мусорных палетов. Обожаю эту кровать, она самая удобная в мире. Моя любимая штука, я, наверное, заберу ее с собой. Вот там только чуть-чуть отклеилось. Тут очки, моя любимая зеленая зона. А вот это я. Я обожаю эту майку, она прям мой муд. Это, возможно, вы не видели. Я повесила вот такие вот фотографии на стеночку. Очень красиво. Pinterest girl. Мой рабочий стол. Тут я работала, в основном монтировала. Вот этот принтер я задекорировала сама. Вот я это все нарисовала сама, обклеила сама. Вот так вот красиво получилось. Даже расставаться не хочется. Вот эту прекрасную игрушку я тоже сделала сама. Очень люблю. Вот эту игрушку, кстати, тоже. Здесь вот вы можете посмотреть этот ролик. Тут вот такая окрашенная стена. А это мне Антон подарил на 14 февраля. А потом мы попали в аварию. И сегодня Антон врезался на своей тачке. Вау, это моя первая авария. Ставьте лайки. Вот она, моя прекрасная комната. Тут, на самом деле, так много всего, что я делала с своими дизайнерскими руками. Всякого такого рукодельного. Пошли собирать вещи. У меня есть вот такие вот боксы для всяких мелочей, которые здесь остаются в сторидже. Такая информация. А вот эти палеты я планирую вернуть туда, куда откуда взяла. Туда, куда. Мы на мусорке нашли подроны. Надеюсь, так можно. У нас переезд. Эта скотина порвала мне матрас. Еще обоссала. Опа, опа. Америка, Европа. Я забыла вам сказать, мы переезжаем не вдвоем, а втроем. У нас пополнение. Стив. Паша мне сломал дверь. Ничего, покрасим. Понятненько. Тогда лук упаковано. Вот это палочка. Оцените лук. Вот такая вот у нас комната. Вот так вот собрали. Халло. Учим казахский. Канал для изучения казахского языка. Эпке, старшая сестра. Эпке. Вот это крутое слово. Мне нравится. А дай попробую почитать. Это выглядит легче, чем кажется. Еще один. Мне аэропортка опоры, 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 опоры. Сау-болдинис. А что ты? Ни хера себе. Мы в процессе сборки вещей. Осталось буквально вот чуть-чуть. Антон? Учим китайский. Нормальный я. Учим китайский. Я вообще изначально маркером хотел нарисовать. Меня малина не разрешила. Что, так плохо что? Да. Самсунг. Мы вроде в Казахстан едем, а не в Китай. Салем. Женщина должна, должна мыть посуду. Мыть полы, убирать повсюду. Вот наша машина с вещами. Вот наша маленькая машина с чемоданами. Вот Антон. Мы сегодня плохо, он болеет. Вот Паша. Он конкретно за**ался. Девянусь в школу, рамс дверь. Я когда это выложу, это уже станет антитрендом. Другая письма, другая письма. Танцуй, тетя. Тетя, 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 тетя. Танцуй, тетя, 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 тетя. Мы опять переезжаем. Птички себе счет. Погода классная. Настроение прекрасное. Мы сдали дом, теперь мы бездомные. Завтрак бездомных. Вот он. Rise and shine. А сейчас мы будем перетаскивать наши вещи в сторидж. Мы арендовали гараж. Ура. Ура. Будет ром-тур, девочки. Вот такая вот комната. Для высоких людей. Все. Половина гаража занята. В этом сторидже мы будем хранить вещи, которые мы наживили за целый год. Вот мы как бы для них арендовали целую квартирку тут. Они нас будут тут лежать и ждать. Когда мы приедем? Неизвестно. Но приедем когда-нибудь. В 25-м году. Это что, внук Ванги? Паша сам гитару сделал из дерева. Вот он гитарист. Покажи. Любитель хентая. Блин, это же все пирселец. Чтобы вы понимали, насколько тут много всего. Посмотрите на меня. Посмотрите сюда. Вот. А дай я вот так покажу. Как не сильно видно. А вот так вот. Аж страшно. Обосрешься. Опять давай. И мы сложили все вещи. Не. Пока машинка. Пока. Мы продаем нашу машинку. Вот она такая хорошая была. Грустно? Чуть. Первая машина. Первая машина. Первая авария. Первая починка. Вот она. Запомнить ее такой. Пока машинка. Мы в аэропорту. Следующая неделя была адски сложная. Было очень много дел. И вот мы под конец даже заболели. Сейчас я чувствую себя заболевшей. Сейчас мы летим до Турции 14 часов. 14 часов в самолете. Представляете? В прошлый раз мы летели 11 часов. Я уже забыла, как меня зовут. Я потеряла смысл жизни. Я уже не понимала, куда мы летим и зачем мы летим. Немножечко страшновато. 14 часов. Пока, Америка. Пока. Пошел. Мы украли американца. Дай его продать. В турецкое рабство. В казахское рабство. Азербайджанское рабство. По сути, в комментариях. Ой, зря они бесплатно вино раздавали. Как дела? Я бы нормально все это вот оставил. Все, короче, кто звонит? Алло. Нам осталось идти от 10 с половиной часов. Бай, бики, бай. А вот завтрак турецкий. Проснулись и улыбнулись. Ура, мы сели, ура. Мы прилетели в Турцию. 14 часов прошли вот так. Классно. Осталось еще 5 часов. Спустя миллион часов мы наконец-то приземлились в Алматы. И Антон для нас решил снять супер дорогой 5-звездочный отель, чтобы отдохнуть по кайфу. По дорогому. Мы заселились в наш номер. Всем привет. Вот такой вот чудесный и богатый номер. Тут у нас чайный сервис. Так, о. Это у нас тут комната под крышей. Какая-то голубятня целая. Мы в церкви. Такой у нас вид с окна. Что это такое вообще? Это специально в форме звездочки вырезали. Вроде бы такой потенциал здесь есть, чтобы красиво сделать. Это что такое? Это кому вот это? Куда мы приехали? Алматы. Такой вот тут стул красивый стоит. Очень прекрасный ковер. Вот. Ни одного пятнышка здесь нет. Ого. Ничего себе. Замаскировался под тигра. Вот это царская ложа, я понимаю. Промеряем на мягкость. Ух, я кажется себе сломалась челюсть. Если что, мы не спали двое суток. Это Полина не отстала, это она такая просто по жизни. Тут у нас еще один телевизор. О, боги, это что? Это... Тут у нас туалетный столик, чтобы краситься. Вообще ничего не видно, подожди. Привет, привет, привет. И вот такой вот у нас туалет. Вот это по-царски. Смотрите, тут поместится 10 человек сюда. Кого еще позовем? Надо отсюда какого-то казаха украсть. И даже будем с ним по миру путешествовать. Присылайте анкеты в комментариях. Мы летели 24 часа. Вот так летели. Вот так вот, да. Смотрите, какая роскошная штука. Ей пора спать. Насколько роскошно, напишите в комментариях. Теперь крутой переход, я что-то придумал. Доброе утро, сегодня второй день. Мы вчера уснули в 6 часов вечера, и я проснулась в 2 часа ночи, потому что у нас джетлаг. Классный режим, мне нравится. И сейчас мы идем завтракать. Я так соскучилась по кефиру, по каше, по вареным яйцам, по сыру, по сосисочкам. Кайф. Я купила себе любимый киткат, потому что в Америке киткат полный отстой. Он вообще невкусный. Я соскучилась. А я купил себе лейс-краб, потому что у нас такого на родине нет. Он никогда не пробовал лейс-краб, вам прикиньте. Мириндон тоже никогда не пробовал. У меня настроение отлично. Вообще. Как классно. Мне все нравится. Цены в том числе. Представляете, все в 3 раза дешевле. А мы в 3 раза богаче. Это меня тоже радует. Внимание, смотрите, что я нашла. Это сырок, это сырок. Сейчас я при вас буду пробовать этот чудесный сырок с вареной сгущенкой. Понимаю. Вот это кайфушка. Кайф, 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 кайф. Это реально кайф. Эй, эй, кайф. Я так скучала по сыркам. Вы не представляете. Первые дни мы занимались взрослыми делами с документами и скупали всякую еду, по которой очень соскучились. А еще мы пытались срочно съехать с этого вонючего отеля. Итак, за несколько дней мы нашли квартиру, сняли ее и уже объехали сюда, потому что жить в том отеле было невозможно. Там воняло прокуренными бомжами и дешевым борделем. Так что да, это наша новая квартира. Давайте я вам проведу мини-рам-тур. Итак, начинаем с прихожей. Ракушечки тут такие вот. Шкаф с зеркалом. Дальше мы проходим в наш большущий зал. Телевизор. Здесь у нас будет стоять PlayStation. Мы еще пока его не распаковали. Вот таким вот образом мы все сюда привезли. А вот эта вот стена очень странная. О, идем дальше. Тут вот такой вот у нас супер длинный коридор. Первая дверь направо. Ой, а что это мы не у себя в комнате? А что это вы ко мне в комнату идете? Тук-тук-тук-тук. О, это ты? Да, это я. Это моя скромная комната. Здесь я живу, располагаюсь. Темно, как в жопе. Живу тут. Вот такая вот интересная комната у Антона. У меня тут есть комната для моей сестры. Кровать. Она может здесь останавливаться. У нас есть еще одна кровать. Вот она. Тут живет Хасбик. Вот такая замечательная стена. И Антон, все, мы уходим. Это мини-рун-тур. Это мини. Все, Идет. Идем дальше по коридору. Тут висит турник. Сейчас мы вам покажем, что такое настоящий шкаф в комнате. Опа. Подтягивайся. Не-не, давай-давай-давай. Давай, хотя бы делай вид, давай. Резко-резко-резко-резко попробуй. Сопля. Давай. Снизу как бы давай. При всем желании мы не смонтируем, так что ты подтягиваешься. Не отвлекаемся, идем дальше. Вот такой вот большой золотой туалет. Царский. Две раковины, заметьте. Все в лучших традициях Казахстана. Золотое все, большое, дорогое. Здесь вот комната справа. Это комната Павло. Вот тут вот комната очень похожа на Антона. Тут тоже жили дети, но теперь тут живут большие дети. У Паши тоже три кровати. Он очень гостеприимный. Тут тоже стол. Что тут? Что это? Драгс. Нет, это витамин С. Я, чтобы не заболеть, решил бахнуть. Набор начинающего артиста. И вход вот уже в мою комнату. Вот такая вот у меня комната. И все, пока что тут ничего нет. Такой вот еще один туалет. Это типа мастер-бедрум. И тут стоит еще такая вот ванная. Она очень классная и большая. Лайк. Квартира пока еще пустая, потому что мы недавно заехали. Тут почти еще ничего нашего нету. И еще мы что-то будем переделывать. Вот, например, эти обои я хочу переклеить. Снова room makeover. Ну, все как обычно. Пам-пам-пам-пам. Ну, и для моих самых любимых зрителей. Которые смотрят мои ролики до конца. Я решила оставить тут важный для меня фрагмент о том, почему мы решили все-таки переехать. Немножечко такое драматическое вступление. В Америке я прожила ровно год. И это время было вот как кофе два в одном. Сратая, но такое любимое. Как бы и супер классное, просто охранительное время. Столько всего нового, невероятного видеть своими глазами. Это было просто очень-очень хорошо. Ну, и вместе с этим это был невыносимо сложный депрессивный период в моей жизни. Вот, типа, еще немного, и я уже не могу выносить эту жизнь. Короче, день от дня, каждый день я качалась на эмоциональных качельках. Взад-вперед, взад-вперед. И в какой-то момент я решила обратиться к психотерапевту. Пора было. Пора. Мне поставили диагноз расстройство приспособительных реакций и, возможно, циклотимия. И я пришла к выводу, что я вообще не была готова к такому жесткому переезду и таким переменам. И мы с Антоном подумали и приняли решение, что мы хотим немножечко сделать перерыв, передохнуть, привести свое эмоциональное состояние, свое здоровье в порядок. Элементарно, чтобы была возможность увидеться с друзьями. И по вот этим вот причинам и еще по нескольким другим причинам мы решили переехать в Казахстан. Спасибо! Не забывайте ставить лайки и подписываться. А также смотрите мои другие ролики, которые, возможно, пропустили. Перепроверьте там еще раз. Ага. Пока!